И теперь давайте рассмотрим вторую часть вопроса. Тот же вопрос, политическая ситуация, обстановка в Европе на данный момент. Что мы тут видим? Есть состояние обороны на готове, то есть Европа на готове держится к каким-то принятиям решений, возможно, то есть держит руку на пульсе и готова реагировать будет в любой момент с тем, как будут складываться обстоятельства, то есть будет подстраиваться под ситуацию, исходя из ситуации, уже как-то дальше действовать. То есть есть готовность рисковать, есть готовность вступать в какие-то диалоги, возможно, может быть, в конфликты даже. Но нет конкретно какого-то действия пока что, есть только готовность к этому, к любым действиям. Дальше, что мы видим? Европа готова объединяться с другими, возможно, странами. Есть состояние объединения усилий, возможно, в каких-то вопросах готова сотрудничать, может быть, какие-то совместные дела делать, совместные решения принимать, которые будут устраивать разные стороны. Также более активная позиция. Здесь мы видим, что есть решимость к тому, чтобы быстро и активно действовать, двигаться куда-то по решению вопросов. Но здесь есть такой момент, что иногда можно и кому-то в таких резких действиях навредить. То есть необходимо где-то, возможно, большая такая аккуратность и деликатность в решении вопросов, потому что где-то можно и по головам чем-то пройтись в такой скорости принятия решений. То есть я бы сказала, что не надо сильно суетиться и какие-то быстрые решения принимать, потому как мы видим, что такие спонтанные, возможно, где-то или необдуманные решения могут привести к краху. То есть это может дать состояние разрушения в каких-то моментах. То есть может распалиться этот огонь и могут какие-то ситуации выйти не очень хорошие. То есть может быть какие-то закроются моменты. То есть с кем-то закроются, разорвут, например, с кем-то связи. То есть что-то будет в состоянии падения пребывать, разрыва. Но с одной стороны это может быть и хорошо, что была необходимость, например, такого закрытия. Ну вот дополнение тут вытащу. Тут крах связан еще с иллюзиями. То есть в принципе неплохо. То есть может быть что-то ложное как раз отвалится в политической сфере. То есть какие-то иллюзорные замки будут разрушены. Значит, есть еще здесь что? Несерьезный подход может быть к делам. То есть есть импульсивность, возможно, где-то есть риск. С одной стороны могут закрыться иллюзии, с другой стороны надо действовать или происходят эти действия в Европе все время как шаг в неизвестности. Будь что будет. То есть не хватает немножко больше, наверное, продуманности. Потому что необдуманные действия, они могут быть как раз вот иллюзорными и будут вести к разрушению. И итог такого, что немножко тяжеловатая ситуация здесь в плане того, что где-то Европа берет на себя больше, чем может вынести. То есть прогибается под кем-то, под чем-то, под какими-то, возможно, условиями жизни. То есть Европе тяжеловато. Вот это вот все, что она сотворяет сейчас в политической сфере, может быть, ей тяжеловато это вынести сейчас. И поэтому она может где-то прогибаться. Но желание сотрудничества есть здесь. Я бы вот на эту сторону сделала упор. И вот как раз на очищение от каких-то ложных, возможно, законов или действий. Ну, вот такая вот ситуация. Продолжение следует...